Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии очередной выпуск программы «Персона». В студии журналист Александр Белов и Юлия Стройкова. А в гостях у нас сегодня уполномоченный по правам человека в Чувашской республике Юрий Сергеевич Крученин. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Здравствуйте, Александр и Юлия. Юрий Сергеевич Крученин родился в 1958 году в Казмодемьянске, окончил юридический факультет Ивановского госуниверситета. Специализируется в области уголовного права, кандидат юридических наук, доцент Чувашского государственного университета. Последние 10 лет президент адвокатской палаты Чувашии. Профессиональная деятельность Юрия Крученина отмечена многими наградами, в том числе орденом за верность адвокатскому долгу, медалью за заслуги в защите прав и свобод граждан. Юрий Сергеевич, и сразу первый вопрос. Я думаю, Александр Борисович, вы мне позволите, да? Да, конечно. А что это за должность у полномоченной? Это что-то вроде министра? Да какой министр? Я бы так сказал, что эта должность приравнена к рангу министра. Ну, а сами посудите, какой министр без министерства? То есть у меня в штате два человека, две девушки, которые мне помогают в этой работе. Вот, никаких властных полномочий у меня нет. Поэтому это доверие государства к этому человеку, ему дали ранг министра, чтобы он был максимально независим от самого этого государства. Вот. А если говорить, ну, кто-то скажет, что вот, а эта должность-то хорошо оплачиваемая, я могу сказать так, что эта компенсация за тот труд, который был у меня до этого, я его оставил, там у меня оплата гораздо была выше. Как-то вы очень грустно говорите, Юрий Сергеевич, но все-таки это госслужба. Это госслужба. Со всеми вытекающими последствиями. Это госслужба, да. Ну, решил сменить. Ну, значит, давайте так. Значит, вы все-таки вписаны в структуру исполнительной власти. Я вообще стою в стороне от любой власти. Я не вхожу в состав кабинета министров. Поэтому вот есть прокуратура, она тоже не вписана ни в одну систему, ни исполнительной, ни законодательной, самостоятельной. Вот я тоже самое. Вот давайте все-таки какой-то вывод сделаем, чтобы нашим телезрителям было понятно. Вы министр без портфеля. Ну, с двумя помощницами. С двумя помощницами. Ну, портфель-то есть тоже. Вы, сказать, назначены властью и в то же время призваны защищать граждан от этой самой власти. Правильно? Ну, да. Я что-то типа прокладки между властью и населением. Буфер. То есть вот я должен какой-то баланс между общением, что ли, вот этих двух институтов государства и общества. Вот я между ними. Рисуется картина сразу. Девочка на шаре. Только здесь у нас просто девочка, теперь вполне молодой, красивый мужчина. Вашу кандидатуру предлагает глава республики. Утверждает вас Государственный совет, депутаты. Да, да, да. И вы в то же время должны, в случае чего, вот от этих институтов власти защищать наши граждане. Ничего страшного. Ничего страшного. Противоречий нет в этом? Противоречий нет. Нет, я думаю, что и наш глава республики знал, кого ставит на эту должность, кого рекомендует, да? Если вот как вы сказали, что глава рекомендовал. Вот. И Государственный совет осознавал, что делает. Ну, если уж честно говорить, вот я, как вот личность, как Юрий Сергеевич Кручинин, как бывший адвокат, ну, по-моему, не запятнан тем, что я как-то вот... Ой, мы сейчас до этого дойдем. Да, да, вот я из-за блюд какой. Сейчас мы до этого дойдем. Вы мне скажите, вы помните, с чего начиналась ваша должность, ваша работа в качестве уполномоченного? То, с чего я могу напомнить, вам тут же раздался звоночек телефона. Если есть возможность, пожалуйста, плюночку в эфир. Алло. Алло. Да, да. Юрий Сергеевич. Да. Здравствуйте, кулаги на беспокоит гипотат госсовета. Слушаю, Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич, есть такое предложение. Вот сегодня, знаете, да, верующие были около дома правительства задержаны. И сейчас они уже более трех часов находятся в управлении МВД. Вот как бы по вашей работе хочу вас пригласить сюда, посмотреть, что происходит. В аэропорту, в аэропорту, в аэропорту, в Смолюционной. Понятно. То есть у вас... В Москву или в Москву. Из ваших представителей у вас никого нет, да, кто может подъехать? Так, мне еще 14 дней дано на то, чтобы я сдал свои дела. У меня же не аппараты, ничего нет. То есть, понятно. У меня даже место. Поэтому сейчас надо все организовать. А по поводу верующих, единственное, что, ставить за административное правонарушение задержать? Нет, получается, закон о выборах нарушен, первое. Второе, статья экстремизма. То есть, о выборах говорю, о митингах, про прощение. О митингах? Нет, это я понимаю. Просто есть подозрения на то, что там людей сейчас избивают. Поэтому я подъехал сам в управление. Я поэтому и вас сюда приглашаю обратить на это особое внимание. Это вот депутат Кулагин вам звонит. У меня вопрос такой. А вы привыкли к тому, что ваши телефонные разговоры записываются? Ну, как сказать, к этому привыкнуть, наверное, сложно, когда знаешь. И когда ты имеешь фактуру, что действительно пишутся твои... Нет, в данном случае вы же не знали, что вас пишут? В данном случае нет, не знал. Но я, как бы сказать, правильно выразиться, я привык к напористости, к пиару вот таких увесистых депутатов, как Кулагин. Я соизмеряю это с тем, что он необыкновенный депутат, принадлежит к своеобразной партии ЛДПР, что пиар ему нужен. Ну, мы же знаем, что он на все сессии ходит с видеокамерой. То есть, для чего это? Или он боится кого-то, или, наоборот, фиксирует каждый свой шаг, и потом определенные ролики представляет для отчетности. Ну, вообще, вы как юрист, скажите нам, вот когда человек записывает телефонный разговор, он имеет это право, не предупредив делать? Ну, он может записать, но только потом не может его придать публичности. То есть, за это можно принести ответственность. Ну, человека, который обладает иммунитетом, привлечь к ответственности. И иммунитетом тоже можно лишиться. Освободят от этой лишней. Я, как бывший адвокат, вот у меня сразу вопрос, а адвокаты вообще бывают бывшими? Вот мне кажется, вот врачи не бывают бывшими, учителя не бывают бывшими. Юль, я полностью согласен. Я бы так даже сказал, что и вот эта-то моя должность, она мной осознается, что я просто стал бесплатным адвокатом для населения. А государство, оно компенсирует мне, как я уже говорил, вот ту бесплатную юридическую помощь, которую я оказываю каждому гражданину в отдельности. Я это делаю бесплатно, а государство мне платит за мою работу. Вы не представляете, как я вам благодарен, и вместе со мной все наши телезрители. Но вы мне скажите все-таки, а вот с этими бабушками, чем история закончилась? Вы интересовались? Интересовался. Этих бабушек привлекли к административной ответственности. Некоторые бабушки ко мне приходили на личный прием, и мы с ними, если так можно сказать, очень мило поговорили. Сейчас эти бабушки протестуют, как вы знаете, против УЭК, универсальной электронной карты. Вот я им такую мысль сказал. Вот я полностью с вами соглашусь, если вы будете выразителями общего мнения верующих. А вот так вот просто двое пришли, и вот нам не нравится формат и вопросник того заявления, согласно которому вы отказываетесь от получения этой карты. Ну, вам не нравится, вот лично вам. Ну, вы мне покажите, что бы вы хотели видеть. Покажите мне какое-то епархиальное решение, в конце концов, по этому вопросу. Ведь епископ Варнау что сказал? Молитесь, молитесь, и жизнь наладится. Суть-то не в этом, не УЭК. Суть в другом. Насколько она вам вредит вообще, эта карта? Мы же, тем не менее, светские люди понимаем, что это удобно же очень при ведении расчета с государством, со службами определенными и прочее. Ну, это же штраф заплатить просто. Так, ну вот теперь пришла пора вот к вашей репутации как адвоката. А вы в курсе того, что в свое время в МВД республики вас называли бандитским адвокатом? Ой! Ну, если уж по правде говорить, наверное, и сейчас руководители отдельных правоохранительных органов, ну, с которыми мы долго уже соотносимся, они так настороженно ко мне относятся. Вот, настороженно. Что касается бандитского адвоката, ну, назовите хотя бы одного бандита, которого я защищал. Может, рекламу не будем делать бандит? Мне кажется, никто об этом не скажет. Во-первых, нужно доказать, что этого человека осудили за бандитизм. У меня такого в практике нет. Вот честно вам говорю, что не защищал я бандитов-то. Может быть, это к моему сожалению даже. Почему бы и не защищать их? Ну, это все люди имеют право защиты. Юрий Сергеевич, а вот знаете, из ваших предыдущих интервью и комментариев у меня лично сложилось такое впечатление, что в основном вы защищали и защищаете тех, кто находился или находится в местах отдаленных сейчас. Или не столь отдаленных. Эта категория граждан, они наиболее ущемлены. То есть они лишены возможности защищаться. То есть они ограничены в передвижении, изолированы от общества. То есть они не могут пойти обратиться в прокуратуру, в суд. Поэтому за них кто-то это должен сделать. Должен быть какой-то проводник. Что касается обращения в Министерство юстиции, действительно удручающая картина, когда я посетил две женские колонии и увидел, как вот в эти 20 с лишним градусные морозы женщины, ну пусть они осужденные, ну что, что они не люди, что ли? Как они мерзнут в этих хирзовых кожаных ботинках, в которых даже нет фланелевой прокладки какой-нибудь. Поэтому, ну, как мужчина даже не могу смотреть на это. Как мужчина, как человек. Да, и поэтому я поставил вопрос об этом. И, впрочем, администрация этих учреждений исправительных, она тоже солидарна со мной. Ну, как бы им это не совсем удобно, ставить такие вопросы. Но, тем не менее, когда я обратился, пришло письмо, даже не письмо, а телефонограмма учреждения в колонии вот в эти, о том, что в исключительных случаях разрешать осужденным ту обувь утепленную, которую им приносят родственники. И разрешать шерстяные гетры, носки и прочее, прочее. Юрий Сергеевич, а сколько вот на вашем личном опыте оправдательных приговоров? На моем личном опыте это достоверная цифра. 10 оправдательных приговоров за всю мою профессиональную деятельность. Ну, не буду скромничать. Я пока лидер по оправдательным приговорам в республике. Это признала адвокатская палата Чувашской республики, которая провела рейтинг адвокатов, которые имеют право. А вот, кстати, вы же одно время в начале своей юридической карьеры были даже прокурором. Вот то, что поменяли профиль, не жалеете? И вообще, почему решили сменить свою направленность? Из обвинителя стать защитником? Вы знаете, там уж не так сильно отличается, по сути, своя работа прокурора и адвоката. Все мы, и прокурор, и я, ратуем за соблюдение законности прав свободы человека и гражданина. Поэтому тут, в лучшем понимании, это очень родственная профессия. Что касается, что прокурор обвиняет, но он ведь тоже должен обвинять законно. А я должен законно защищать. Ну, а что сменил? Ну, сменил, ну, интереснее, более творческая работа адвоката. Ну, уж честно будем говорить. Я работал прокурором и всегда завидовал адвокатам, которые могли свою позицию... А работая адвокатом, не завидовали прокурором, нет? Нет. А работая у полномочия, не завидуете адвокатом? Вот знаете, в каком плане я завидую сейчас адвокатом? У них полномочий больше, чем у меня. Реально. Больше. То есть у меня вроде бы все считают, что какой-то административный ресурс есть. На самом деле его нет. Я должен убивать убеждением, критикой, публичностью, то есть приданию гласности той информации, которую я получил. А пока еще ко мне все эти правоохранительные структуры привыкают, я бы так сказал. Пока мы далеко не ушли, я хочу вас упрекнуть. Вот вы как бы с высока отозвались одной из парламентских партий, которой относится депутат, чью запись мы, значит, продемонстрировали. Вы ведь как у полномочия ко всем политическим силам, ко всем партиям должны относиться одинаково. Что это такое, сказали? Вот, известная там партия. Она действительно известная. Ну, как-то так. Нет, я не с высока. Я с иронией, может быть, с какой-то. Но с иронией не к партии, а к поведению отдельных членов партии. Но вы вообще вне партии, вне политики? Я вне политики. Честно говоря, мне никто и не агитирует, чтобы я вступил в какой-то партию. Да? А с чего вдруг вы проводите прием граждан в приемной партии «Единая Россия»? Так, там самая высокая обращаемость. Самая высокая обращаемость. Ну, как я могу? Чтобы руку на пульсе держать, я же должен знать. А вот после вашего такого ответа, может быть, другие партии предложат. Скажут, приходите к нам, у нас есть. Хожу и туда. Сходите? Хожу и туда. Я вообще куда угодно схожу. У меня же безотлагательный доступ. Я могу хоть куда. Если уж я в женской колонии, я в ЛИУ-7 сходил, там, где ВИЧ-инфицированные, алкоголики, наркоманы, там, якобы, там, прочее. Ничего страшного. Вот я хотел бы сейчас процитировать. Во время выступления на одной из научно-практических конференций вы выразили сожаление, что покидаете свое поприще адвокатское. Но шаг, который я сейчас совершаю, направлен во многом и на то, чтобы поднять ее престиж. Ведь если не адвокаты, то кто же тогда будет эффективно отстаивать права граждан? Правильно цитировать? Конечно. Так вот вы мне сейчас скажите, а что, профессия адвокатов недостаточно престижна, адвокатов так же, как и журналистов, считают всех насквозь продажными? Я вот в свое время тоже где-то вот из научно-практической конференции сказал, да даже и на таких вот ведомственных совещаниях всегда говорю, правовая культура, общество определяется, ну это я немножко так перефразировал, определяется отношением государства к адвокату. Если плохо, если наплевательски государство относится к адвокату, следовательно, оно аналогично, автоматически, наплевательски относится и к правам граждан. Логично? Логично. Вот. Ну, там вы знаете другую сентенцию, там вот культура общества определяется отношением к старикам и детям. То есть вот, а здесь вот правовая культура, я просто акцент делаю. И совершенно верно, адвокатов, статус адвоката, то есть их участие в политической и общественной жизни надо поднимать, потому что адвокатура это все-таки институт гражданского общества. Кому как не им. Другое дело, что они озадачены зарабатыванием денег, но в этом нет ничего плохого. У них точно так же семьи есть, точно так же есть свои житейские проблемы. Государствам не платят никакого социального пакета, в отличие от других работников, допустим, правоохранительных органов, суда. Вот так вот. Юрий Сергеевич, а вот будучи на новом посту, будучи защитником, сколько вы уже людей смогли защитить за это время? Подсчитывали? Ну, нет. Честно говоря, вот эти цифры, они настолько все относительны бывают. Защитили, отстояли, я бы так сказал, их права. Особо-то защищать их не нужно было, поскольку имело место волокита в реализации их прав. Это вот когда ребенок, оставший без попечителя, без попечительства родителей, который уже стал взрослым, до сих пор не реализовал свое право на получение жилья. И вроде бы прокуратура на его стороне, точнее на ее стороне, потому что это девушка. И вроде бы и суд-то решил свою пользу, но исполнение решения тормозится. То есть дом ей купили дырявый, непригодный для проживания. Обещали газ провести? Не провели. Обещали оконные блоки поменять? Не поменяли. И вот тут я подключился, вызвал главу сельского поселения, который этим непосредственно занимался. И все сделали. Слушай, я еще говорил, у меня прав нет, этого нет, полномочий нет, все есть. А это вот... Пресса, наверное, помогает. Пресса? Нет, пресса не помогает. Что это не помогает пресса? Сейчас вот мы озадачены проблемами многодетных семей очень. Вот я сейчас готовлю своими помощниками спецдоклад по этой тематике. Потому что, ну, когда смотришь, допустим, на другой регион, там у них более широкие меры социальной поддержки, чем у нас. Хотя вроде бы республика даже такая же, ну, как у нас говорят, дотационная, да. Ну, вот надо по внимательной категории, этой категории населения относиться, поскольку все равно это градообразующие такие институты гражданского общества. Вот. И мы же сейчас говорим, вот, у нас нет демографического прироста населения. А откуда он будет, если мы его не стимулируем? Вот вы в течение очень многих лет возглавляли адвокатскую палату Чувашской республики и стали, ну, будем говорить откровенно, главным инициатором так называемой забастовки адвокатов, когда, защищая свои интересы, адвокаты пригрозили, или даже самый один день не защищали интересы граждан там определенной категории. Тем самым вы все-таки нарушили право вот этих граждан на защиту. Вот если бы к вам обратились вот сейчас в качестве уполномоченных по правам человека, и вы оказались перед дилеммой, кого надо защитить? У адвокатов, чьи интересы нарушались, им не платили деньги, да, за их работу? Или граждан, интересы которых нарушили адвокаты своей забастовкой? Вот на чью сторону вы бы встали? Александр, вот я вот считаю, что если действовать разумно, обдуманно, и самое главное, спланировать свои действия, то всегда можно найти баланс. И в тот раз, о чем вы говорите, это была не забастовка. Забастовка – это сильно сказано. Это называлась всероссийская акция протеста. То есть это предупредительная такая была акция. И мы согласовали и с судами, и если хотите даже, то с органами местной государственной власти тоже согласовали, вот, с правоохранительными органами. Ни один гражданин не остался в этот день незащищенным. То есть просто не проводились следственные действия. Отложены были. Поэтому и жалоб-то, честно вам говорю, никаких не было. Но зато результат возымел свое действие. Адвокаты чего добились? Конечно, потому что если государство волокитило с оплатой труда адвоката, то есть мизерная оплата была 298 рублей за день участия адвоката, это просто еще минус подоходный налог, но это же оскорбительно. Это просто государство говорило, мы делаем вид, что вам платим, а вы делаете вид, что вы как будто бы работаете, как будто бы защищаете. Вот сейчас ситуация эта изменилась. Юрий, за свою достаточно продолжительную жизнь я несколько раз сталкивался с правоохранительной системой, нуждался в ее защите. И ни разу она на мою сторону не вставала. Вот один из примеров достаточно далекой юности. На меня напал хулиган, его удалось задержать, его доставили в райотдел, все было запрокаталировано, и вся система работала на то, чтобы вытащить этого молодого человека, чтобы его не довести до скамьи подсудимых, а чтобы, так сказать, я каким-то образом согласился закрыть на это глаза. Вот почему у нас система так работает? Наверное, подобные примеры могут привести очень-очень много. Я был в аналогичной ситуации. Был в аналогичной ситуации точно так же. Там не один хулиган был, а целая группа хулиганов, когда мы защитили человека, которого избивала вот эта группа. И нам немножечко досталось, и мы тоже ставили вопрос, и тоже нас не просто не защитили, даже не нашли этих людей, хотя там словесные портреты были, ну что там, все было. Дело не в этом. Вы в то время одиозный принципиальный журналист. Вы, наверное, достали правоохранительные органы уже своим критическими выступлениями. Я в то время прокурор. Милиция и прокуратуру, ну, если честно, так мягко говоря, не особо жалуют, потому что это тот как раз самый надзирающий орган за их деятельностью. Поэтому там даже палец о палец никто не ударил, чтобы найти этих преступников. Поэтому, наверное, от личности потерпевшего тоже очень многое зависит. То есть вы хотите сказать, нам надо держаться друг другу? Да, да, да. Больше не на кого надеемся. Сейчас-то проще. Сейчас тут видео. А что касается правозащиты, то у нас вообще в государстве нет единой системы правозащиты. Об этом все ученые говорят, практикующие в этой области. Мы даже между собой, уполномоченные по правам человека, начиная с Лукина, по Российской Федерации, мы разобщены. У нас нет единой вертикали. Мы каждый сам по себе. А вообще есть надежда, что вы как-то все вместе будете? Мы только собираемся на Координационные советы вместе. Вот так посидим, пообсуждаем. А вот так, чтобы какое-то методическое, организационное руководство со стороны уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по отношению к субъектовым уполномоченным, такого нет. А нужно? Конечно. Конечно. А вот инициатива должна снизу пойти? Сверху. 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 Нет, мы об этом уже давно ставим вопросы. Я вот даже как окунулся. Кстати, насчет Кулагина. Я тогда не был при исполнении служебных обязанностей. Я вступил в должность... Это звонок был 6 декабря. Я вступил в должность 11 декабря. Если уж так. На всякий случай. Уточнение в тему. Поэтому работать надо над этим еще очень и очень много. Я как раз вот хочу вставить еще одну цитатку из вашего одного интервью. По радио «Свобода», кажется, вы выступали. Угу, это про Иване Грозном было. Да, ну сказали очень интересную фразу. Правозащитные действия лично мною воспринимаются так. Это когда деятельность связана с защитой политических прав человека и гражданина. А все остальное – это наша адвокатская рутинная работа. Когда мы отстаиваем социальные права граждан. Мы ведь всегда ассоциируем правозащитную деятельность с Сахаровым, его супругой Боннер. А здесь чисто юридическая практика. Так вы сейчас правозащитник или нет? Вы же не занимаетесь политикой? Сейчас правозащитник. У мэра Сергеевича сейчас было такое лицо, как будто он вспоминал. Это я сказал? Не-не-не, это я сказал. Я помню, я даже помню, кто у меня брал интервью. Сейчас у меня шире поле деятельности, я вам сразу говорю. А то, что вот я говорил, я полностью всем подписываюсь. Да, у меня уже здесь и право на управление или участие в делах государства, политические права, манифестации, шествия. Все это да. То есть у меня правозащитная деятельность. Я вам могу даже так сказать, что наш основной уполномоченный по Российской Федерации, он как раз акцентирует вот исключительно на правозащитной деятельности, на защите политических прав граждан. Ну вот я знаю в нашей республике еще одного правозащитника, это Алексей Глухов, щит и меч. Вот как вы относитесь к его деятельности, учитывая то, что он предлагал свою организацию зарегистрировать в качестве иностранного агента и другие патажные действия предпринимал? Я так могу сказать про Глухова, я не знаю, это его собственная позиция или не собственная позиция. Вот сначала, когда встал вопрос, что вот необходимо определиться, являетесь вы иностранным агентом или не являетесь, то есть в рамках своей организации. Все сразу взъярепенились, какие мы иностранные агенты, ассоциации сразу с агентами, какими-то там шпионами и прочими диверсантами, я не знаю. Потом вроде разобрались, что это чисто финансовый подход. Получаешь ты деньги из-за границы, значит ты иностранный агент. Начали все думать, а надо ли показывать эти деньги, а может никто не узнает. Оказывается, не просто так ставится вопрос государством, то есть определенные службы уже проследили движение денег, выяснили, что оказывается есть у нас получатели этих денег в республике. И обратная реакция пошла, почему вы меня не регистрируете в качестве иностранного агента. Сначала не хотели, потом вдруг захотели. И поэтому вот эта непоследовательность, к сожалению, она обнаруживается. Но ведь государство тоже себя непоследовательно ведет. С одной стороны, именно государство должно защищать права граждан. Оно не хочет защищать, да? Или действует вопреки даже интересам гражданам? Да нет, государство перевоспитывается потихонечку, видно же. Я думаю, что вот сам даже процесс создания института уполномоченных, он же 20 лет у нас тянет, с 93-го года. Вообще декларация прав и основных свобод человека в 93-м году была принята. И вот с 93-го вяло текущем режиме этот процесс идет, ну 20 лет. Защитниками становятся самые лучшие адвокаты, заметьте. Да далеко. Вот в других-то регионах вообще даже и не юристы уполномоченные. Даже не юристы. Ну и активно работают тоже. Каждый с учетом своего бывшего профессионального багажа. А вообще это возможно, чтобы уполномоченным по правам был не юрист? Да запросто. Я могу назвать там регионы Екатеринбург, бывшая журналистка. Очень удачно работает. Социальные работники. Вот та же Сабурская в Татарстане. Тоже классно работает, эффективно работает. И самое главное, у него финансовые подспорья хорошие. У него аппарат 12 человек. Они там работают по направлениям. А вы смотрели, интересовались, а как работают уполномоченные по правам за границей? За границей там уполномоченных субъектовых нет, если уж так говорить. То есть там основной уполномоченный по правам человека и, как правило, по делам военнослужащих. Бундесверовский, если применительно к Германии. Потому что это такие основные направления. Ну а мы все стали уполномоченными или ввели этот институт благодаря вот такой скандинавской экзотике. Королевский амбудсман. Вот это было-то в 1809 году его ввели. А если еще, даже еще более ранее. Помните, вот Полтавская битва была, да? Конечно помню. Он участник, Полтавская битва, конечно. Карл XII проиграл, убежал в Турцию. Стал пленником султана в государстве, которое называлось Швецией, шведской королевкой. Бардак. Народ ропщит. И он взял, назначил туда королевского амбудсмана. Вот он назначил, и тот начал надзирать за исполнением законов. Вот с этого и пошло. Слушайте, в прошлый раз Шурчанов нам говорил, да, с вами. А вы помните, Александр Борисович, там как Ленин? Вы, оказывается, гораздо старше. Так я, наверное, университет марксизма ниже заканчивал. Конечно. Я, кстати, там тоже учился. Юрий Сергеевич, вот у нас в Чувашии три амбудсмена по правам ребенка, по защите прав человека и по защите прав предпринимателя. Вы по значимости распределяете? Я не распределяю по значимости. Так получилось, так вспомнилось. Вот, Юрий Сергеевич, вы как-то вот на нашем республиканском уровне взаимодействуете друг с другом? Да, взаимодействуем. Но что касается, вот я сразу точно, ну, ремарочку такую сделаю. То есть государственные должности имеют на сегодняшний день только я и по правам ребенка. Что касается уполномоченного по защите прав предпринимателей, то он еще пока по указу главы республики действует. То есть вроде как бы на общественных началах пока. С ним пока еще взаимодействия нет, поскольку он тоже недавно назначенный. А с уполномоченным по правам ребенка, с Рафином Вячеславовичем, то все нормально работает. А вы как вот считаете, уполномоченный по правам женщины у нас должен быть в республике? Часто обижают нашу женщину? И домашнее тиранство бывает, и на работе обижают. Да, вот, кстати. Защитил бы нас кто? Кстати, вот, кстати, интересный вопрос. А я вот сейчас тоже озадачен такой проблемой создания кризисных центров, отделений для женщин. Вот сразу как женщина, так кризисное отделение. А нет, ну да, женщины без крови, там, мужья выгнали, там. Вот мы сейчас хотим поставить вопрос об этом, что вот надо создание такого центра. Ну вообще это было бы здорово. Если серьезно, это было бы здорово. И реальная помощь женщинам. Это государственная программа даже, честно говоря. Не всегда находятся деньги, но вот сейчас под это дело выделяют деньги по линии Минздрава Российской Федерации. И будут кризисные центры у нас. Нет, ну тогда мы не придем к тому, что у нас появятся уполномоченные по защите прав инвалидов, уполномоченные по защитам национальных меньшинств. Любите вы все испортить? Нет, нет, правильно, правильно. По национальным вопросам. Профессиональные, больницы. Тогда сколько их должно быть уполномоченных? По вопросам равенства мужчин и женщин тоже есть за границей. Да? Да, есть. Поэтому до абсурда, конечно, доходить не надо. Вот пока, пока. Вот я не вижу такого большого потока жалоб на нарушение, допустим, прав инвалидов. Они есть. Они есть. Просто пока еще не сориентировалось население. Пока еще не доводят они до нас свои вещи. Вы, так сказать, своей борщей компенсируете этот недостаток. Опять же, возвращаясь к вашему сайту, вы в адрес председателей судов направили письмо о том, что там не обеспечен доступ инвалидам. Да? Так что вы уже эту проблему держите. Ну, подняли, подняли. Мне особенно стало стыдно, когда я посетил Татарстан, посмотрел, как там все это организовано. Там уже лифты, застекленные лифты, платформы лифтовые такие, в учреждениях устанавливают. А мы еще до пандусов не добрались. Ну, а почему только суды? У нас в музее нет доступа, в кинотеатры. В музее, в театр оперы и балета. Они не могут самым транспортом общественным пользоваться. А вот вы знаете, как руководитель объясняет, вот, или там, я не знаю, собственники этих мужчин, а вы знаете, вот вы не заметили, вот не заметили, у нас там вот есть потайная дверь сбоку, и вот туда можно подъехать к этой двери, позвонить нам, и мы вас поднимем. Вот в связи с этой потайной дверью еще одна цитата у меня есть. То есть, да, вот, я продолжаю стереть ваши слова, нужно, чтобы были такие процессы, это говорит Ключинин, Юрий Сергеевич, допустим, гражданин Иванов против города Чебоксары или Чувашской республики. Как это на Западе принято, воспринимается нормально. Это вы говорили, правильно? Ну, говорил, не помню, где, но говорил. Ну, неважно, говорили так. Вот, а что в этом нормального? Люди получают свою зарплату, я имею в виду депутатов, министров, правоохранителей, они получают свою зарплату из наших налогов, чтобы на нас работать, защищать наши права, обеспечивать нас всеми необходимыми государственными услугами и прочим, и я же потом еще должен с ними судиться, и при этом выглядеть идиотом. А выход какой? У нас основной ход правозащитный – это обращение в суд. Другое дело, что как суды реагируют на наши обращения, вот это другой вопрос. Потому что вот я вам также могу сказать, что, официально могу сказать, прочитайте доклад уполномоченного по Российской Федерации, что у нас вот на сегодняшний день статистика говорит о том, что основной поток жалоб идет на, на что? На несправедливое судебное разбирательство, на необъективное дознание и расследование и на необеспечение судебной защиты. То есть просто отшвыривают некоторые жалобы под всяким предлогом, под всяким там вымыслом, реквизитов нет, там что-то еще, по мелочи. Лишь бы не принимать такое заявление. Ну вот если брать по десятибалльной системе судебную защиту, юридическое обеспечение нашей жизни, нашего государства, вы как профессиональный виз, какую бы оценку поставили, на каком уровне находится это все? Что? Судебное разбирательство? Да. Объективность наших судов, скажем так. Объективность? А вот давайте на примере, да, вот я как бывший криминальный адвокат, как вы сказали. Бандитский. Нет, бандитский это уже узкая спецификация, да? А криминальный, то есть по уголовным делам, уголовная защита. Вот. Я могу так сказать, вот 12-й год миновал, да? Вот показатели наших судов чувашских. 7777 четыре четверки. Четыре семерки. Да, правильно. Четыре семерки. Это вот столько человек осуждено по рассмотренным по существу уголовным делам. Вот. Почти 8 тысяч, да? Сколько оправдано? 63 человека. Это 0,7 процента. Вот всей этой массы. И причем, есть такая особенность. Из этих 63 человек, 52 оправдано по делам частного обвинения. То есть это тогда, когда мы с вами межличностные разборки устраиваем. По мордам друг другу настукали, обиделись, потом оба подали в суд. Или кто-то один из нас подал в суд. Или супруг с супругой. Тогда вопрос сразу, а судят у нас кто? А вот знаете, был такой случай тоже. Приехала американская судья несколько лет назад. И даже американские судьи приехали сюда, посетили. И спросили одну судью в процессе общения. А сколько вы за все время профессиональной деятельности вынесли оправдательных приговоров? Он говорит, да вы что? Ни одного. И вы до сих пор работаете, сказал американский судья. А у нас это наоборот получается. Если ты вынесешься оправдательный приговор. Вот в отношении моего последнего подзащитного дважды выносились оправдательные приговоры. Их каждый раз методично Верховный суд отменял. И сейчас в конечном итоге осудили пустое место. То есть этот человек просто уехал за границу. Я опять же вернусь к каким-то своим личным впечатлениям. Несколько раз я ознакомился с молодыми сотрудниками различных правоохранительных органов. Они производят ужасные впечатления. В смысле внешним видом? Нет, они уровень своего кругозора. Они ничего не читали, они ничего не знают, им ничего не интересно. Они вот именно сосредоточены на заполнении каких-то своих формулиров. Протоколы, да. Бунак, протоколы и все это. Почему? Вроде бы юридический вуз берут, не так-то просто поступить, наверное. Работа престижная, неплохо сейчас оплачивается. Что такое? Это опять же системы что ли уродуют людей? А помните еще вот случай совсем недавно, когда судья просто спал во время заседания? Ну это уже крайности. Нет, бывает, что и мы видим, что судья не просто спит, а он еще и пьяный. То есть такое тоже было в реальной жизни? Конечно, конечно. А что греха таить? Ну, на ваш вопрос, Александр, в юридические вузы сейчас поступить как раз очень запросто. Были бы деньги, да? Это вот поколение, это как раз уже коммерческое отделение этих вузов заканчивалось, если так можно сказать. Вот. Почему они ограничены в своем кругозоре, а им некогда повышать свой кругозор? Потому что рутинная работа их полностью поглощает. Там есть нормальные ребята. Как правило, вот эти нормальные ребята, у которых человеческое отношение к тем людям, которые в жернова уголовного преследования попадают, эти ребята, они, как правило, расстаются с этой работой, потому что невозможно работать. То есть, вот, работа на показатели – это очень пагубное действие на организм наш оказывает. Они раньше времени стареют. Вы посмотрите вот на представителей правоохранительных органов. Я не в обиду будет им сказано, но мне и жалко, честное слово. Я знаю, что это почетная работа, я сам выходец из этой системы. Вот. Но погоня за социальными льготами, которые дает эта работа, ощущение того, что вот надо бы побыстрее уйти на пенсию, оно старит человек, к сожалению. Поэтому система, правильно вы сказали? Система. Человек попадает в систему. И вот, чтобы повернуть колесо уголовного преследования в обратную сторону, это очень сложно. А вот вы сейчас сами в системе или вне системы? Я вне системы, я вам сразу говорю. А как коллеги отнеслись к тому, что вы сменили свое поприще? В смысле адвокат? Да. Коллеги адвокаты. Суд, я думаю, что с уважением. Может быть, кто-то с завистью отнесся к этому. А в вашей жизни что-то изменилось? В моей жизни, ну, я бы так сказал, что изменилось. Конечно, изменилось, потому что она стала более размеренной, более предсказуемой, я бы так сказал. В смысле распорядка рабочего дня. То есть, ну, уже определенный режим, да? Вот. А там я планировал свой рабочий день сам, когда был адвокатом. То есть сейчас вы не можете, так проснулся рано утром, что-то сегодня голова болит, не хочется идти на работу. Нет, нет. У меня исчезло право выбора. То есть, если кто-то ко мне обратился, я мог выбирать. Вот с этим я буду общаться, а с этим не буду, он мне не нравится, допустим. Здесь у меня такого выбора нет. Но вы пока не жалеете о том, что... Я не каплю. А у меня адвокатский труд, он никуда не уйдет. То есть, это должность в любом случае временная. То есть, я избран на определенный срок. Всего лишь максимум, может быть, это два срока. Вы говорите, избран, а не назначен? Ведь понятно, если кандидатуру предлагает глава республики, то совет одобрит. Ну, фактически-то это избран. То есть, была же... Фактически назначен? Нет, ну были же альтернативные кандидаты еще. Ну и что? Ну и что? Ну, тем не менее. То есть, выбрали из трех одного. Ну, выбирал глава республики. Да, ну да. А почему глава-то? Я главы вообще не видел на сессии в госсовет, когда нас назначали. Ну, выдвигал-то он? Он предлагал. Он предлагал. Дай бог, чтобы я оправдал его предложение. А с депутатами взаимодействие есть какое-то у вас с теми, кто вас выбрал? С теми... А вот, вот же вот. Вы же, Александр, сами сказали. Вот участие в приеме граждан. Вот это те же депутаты и попросили. Попросили. Вот знаете, иногда говорят, что хороший адвокат очень похож на сканер. Он видит человека и сканирует его. И все сразу про него понимает. Да, вот я вот... Вот есть такая оперативная черта во мне, да. То есть с вами страшно. Вот вы увидели нас и все про нас поняли. Все прочитали, кто мы, что мы. Про вас-то мне давно все известно. Я даже не знаю, кто ли это был комплиментом, кто ли мне обидится. Нет. Что касается незнакомых людей, да, вот первое впечатление оно, как правило, не подводит. А вы знаете, вот мои личные наблюдения. Вот когда человек приходит к адвокату, он старается похуже одеться. Чтобы поменьше заплатить. Он снимает все свои драгоценности, если это женщина. Из ушек, из ручек. Вот. Приходит. А вот после того, как заключается с ним договор, и те условия договора, которые были озвучены, его устраивает. Вот на следующий день он, когда уже уплатил денежки адвоката, он уже приходит во всей красе. Или она приходит. Тогда, может быть, боится. Придет к вам такая вся красивая. А вы скажете... Совершенно верно. Совершенно верно. А вы чего-нибудь захотите, потребуете денег больше, например. Совершенно верно. То есть по одежке встречаете. А так, может, пожалеете. А так пожалел уже, да. Богу. Уже пожалел. Ну, я так чувствую, у нас сегодня очень откровенный настрой, поэтому задам вопрос. В другом случае не задал бы, поскольку не надеялся бы получить откровенный ответ, а сейчас могу задать. Вообще часто у нас в судебной практике, в практике расследования дело решают взятки? Честно? Не часто. Но решают. Но не часто. Я же не могу говорить за всех. Ну, и это в принципе... Не берут или не дают? Редко предлагают. Понятно. Уже лучше. Вы знаете, человек, который отважился на получение взятки, я уж так выражусь, чтобы комплимент им сделать, он должен быть уверен в том человеке, который называется взяткодатель. Умный взяткополучатель, он никогда напрямую взятку брать не будет. Всегда через посредника. Так вот этот бегунок, вот эта прокладка между ними должна быть надежная. Ну, вот не будем говорить там про наши местные дела, но когда мы видим, что на высшем уровне разоблачаются коррупционеры там огромных масштабов, и они фактически остаются безнаказанными, то иду в объяснение, как то, что за все проплачено, у людей, наверное, нет. Так ведь? Наверное. Как-то очень у нас грустно стало. Грустная тема. Я вам больше скажу. Вроде бы кругом одни разоблачения. Одного взяли с поличным, другого взяли с поличным. Все высокого ранга чиновники. И вроде бы казалось, что должен быть результат, что должно быть все-таки какое-то осознание наступить у этих чиновников. У других. Ну, страх хотя бы. Да, ну, страх, да. В Китае раз, руку отрубили. Ой, извините, не в Китае. В Китае сразу расстреливают. В арабских странах раз, руку отрубили. Вот. А здесь вот не приходит этот страх. Как брали, так и берут. А вот, знаете, еще можно, наверное, как сказать. Вот у нас часто говорят, за три рубля у нас могут посадить. А если сто тысяч украл, то не посадят. А с почетом тебя проводят или на пенсию, или на другое место. С повышением. С службы, с повышением. Ну, по крайней мере, найдут теплое местечко, это уж точно. А как с этим бороться-то? Жить как дальше? Как бороться-то? А вот как раз, может быть, придавать гласности вот эти все факты. У нас никто не озадачен вот этим анализом. Вот, ну, единственное, что вот, может быть, уполномоченный по правам человек в Российской Федерации, у него там неплохие доклады. Ну, я бы даже сказал, хорошие. Вот вы еще не читали за 12-й год. Хороший доклад. Вот. Но ведь любой анализ, он должен кем-то, ну, браться во внимание, во всяком случае. А кем? Нашим руководством. Руководством Республики, руководством Российской Федерации, руководителем той или иной федеральной структуры. А это так, раз, и положили. Все. А ведь там умные вещи. Там действительно сделан мониторинг. Вот, допустим, обращение граждан. Но если постоянно граждане пишут о том, что у нас несправедливое, необъективное судебное разбирательство и количество надзорных жалоб в нашей республике возросло вот в прошедшем году, по сравнению с 2011 годом, в два раза, то, наверное, и надо задуматься. Если наши сограждане поверят, что их права могут быть защищены, защищены на уровне уполномоченных, защищены на уровне СМИ, на уровне депутатов и так далее, я не верю в то, что один уполномоченный по правам человека может эти права защитить. Не верю. Вот если мы все вот вместе объединимся, те, кому это неравнодушно, тогда что-то поможет. Да нет, ну, нет, надо заставить работать профильные структуры. Заставить по-настоящему работать профильные структуры. То есть не надо и убрать, в конце концов, эти показатели. Если вот сейчас я заклинюсь, например, на показателях, то я могу сказать, что у нас основное правозащитное ведомство, оно снизило показатели. Снизило, то есть упали показатели правозащитной деятельности, правоохраны так называемой. Хватит работать на уголовные преследования. Вот есть там у нас определенные структуры. Вот пусть они работают, пусть раскрывают преступления. Кстати, вот пусть на раскрываемость лучше улучшают показатели. А так, вот что касается меня, вот для меня это проблема сейчас, вот номер один. Я вот думаю про себя, мне разругаться со всеми последовательно или сразу со всеми? По-одиночке. Нет, по-одиночке или сразу со всеми вместе? Вот, ну, действительно. Ну, в этом случае вы программу выбрали очень удачно. Вот если хотите поссориться сразу со всеми, это нужно именно к нам. Александр Борисович, большой опыт. Я вам больше скажу, что вот мою должность у полномоченного почему-то очень ревниво восприняли. Вот как раз правоохранительные структуры. Вот они были закрыты, организации. Никто там к ним не совался. И вдруг появился какой-то прыщ. Извините, что такое выражение. Может, боятся, что вы показатели ему испортите? Да какие показатели? Я не покушаюсь я на их показатели. Вы дайте мне информацию, ту, которую я от вас прошу, и которую вы должны мне предоставить. А мне даже прокуратура боится статданные дать. Вот поэтому я и говорил, что все-таки уполномоченным должен быть юрист. Специалист по соц. обеспечению прекрасно знает, какие социальные права. Он будет хорош на одном направлении. Ну да, но он не знает, какую статистику затребовать. Вот в чем дело. Вот. И поэтому, ну, видимо, они или должны привыкнуть, или все-таки придется скандалить. Вот это вот мне... А мне это вот последнее совершенно не хочется. Потому что анализ надо делать. Надо быть... У нас есть закон обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов. Ну вот болезненно они воспринимают. Вот не хотят они, чтобы их деятельность была обнародована. Александр Борисович, я предлагаю перейти к Блицу, потому что время нашей программы подходит. Ну давай, хотя, конечно, что-то мы к самому интересному стали подходить. Да там много интересных сверху. Так, итак, переходим к Блицу. Первый вопрос, Юрий Сергеевич. Настройтесь. Сосредоточил. Да. Что вы никогда не откладываете на потом? Физическую зарядку. Как-то вы грустно сказали, что с трудом верится, что вы ее делаете. Нет, да вы что. Делает, я его вижу, мы недалеко живем. Правда? Хорошо, у вас выжили. Я думал, что такое... Ну ладно. Для адвоката что является приоритетным? Интересное дело или гонорар? Конечно, интересное дело. Свободное время как проводите? Свободное время с детьми. Что не прощаете своим коллегам? Вранья. Последняя книга, которую вы прочитали? Гений. Ну, хотя я ее перечитываю. Теодора Драйзера? Естественно. У кого лучше развита интуиция? У мужчин или у женщин? Смотря у каких женщин и у каких мужчин. У меня она прекрасная. Ну, считаю, что... Ну, пусть у женщин комплимент сделаем. Хорошо. Правозащитникам нужно родиться или им можно стать? Только стать. Ну и заключительный вопрос. У вас есть девиз по жизни? Есть. Сложный, конечно, для понимания, может быть, покажется. Если я не за себя, кто же за меня? Если я только за себя, зачем я? Спасибо. У нас в гостях был Юрий Сергеевич Ключинин. Уполномоченный по правам человека в Чуварской республике. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин